Всем привет и добро пожаловать на канал Ксения Тель-Авив в стиле жизни. Сегодня я хочу сделать такое, можно сказать, завершающее видео в серии про эту сумку-реплику. После того, как я ее имею, наверное, около двух месяцев, я хочу вам рассказать, как же был мой опыт и, в общем, рассказать о том, понравилась ли мне эта модель, кроме того, что это реплика, или она меня спасла, или она меня поставила в ситуацию, что я хотела купить оригинал, про который я давно думала, либо она меня спасла от безумных трат. Итак, ну давайте начнем, что в первую очередь я очень много новых вещей узнала про вот эту кожу, то, что называется икра от Шанель. Я немало знала и до этого, но сейчас как-то больше смотря, больше узнала, казалось, что она бывает разная. В плане того, что она называется одинаково, но покрытие выходит у них не всегда одинаковое, иногда оно более мягкое, иногда оно более жесткое, иногда оно более крупное, иногда более мелкое. Некоторые люди ищут годами именно тот тип гладких вот этих вот икринок, которые они хотят иметь. Поэтому обсуждение, насколько она соответствует оригиналу или нет в плане покрытия, оказалось, в общем-то, не очень и актуальным, потому что я вам показывала вот эту вот свою для карточек кошелек. Здесь более гладкая кожа, и они бывают даже разные по уровню блеска. В общем, выходит, что просто как вышло из того, шире что-то такое. Это та информация, которую я собрала. Поэтому покрытие не говорит ни о чем, именно более гладкое, но более шершавое, какое-то другое, меньше, крупнее, все что угодно, это бывает и оригинал. Далее, очень многие люди, которые получили эту сумку и вообще получают, или говорят про, держат оригинальный, и говорят про реплику, как отличить, они говорят про запах, что оригинальная сумка от Шанель и любая другая оригинальная кожаная сумка не должна иметь запах. А вы знаете, это чушь собачья. Эта сумка, реплика, да, она имеет небольшой кожаный химический запах. Я следом достала, обнюхала свой кошелек. Он имеет такой же запах, меньше, но он и меньше в размерах. Я пошла дальше. Я обнюхала свою вот эту альму, она кожаная, из Лондона. Я ее привезла где-то, когда, наверное, полгода назад. Она практически не пахнет. Вот она, да, практически не пахнет. Оригинальная, кожаная. Я не чувствую никакого запаха. Также я достала кошелек, тоже, видите, такого же, с монограммой, как и сумка. Он тоже очень мало пахнет, но кошельку уже 4 года. Это кошелек для ключей. Я пошла еще дальше. Я достала свою сумку YSL. Это Лулу Медиум. Она также имеет кожаный химический запах. И она абсолютно оригинальная. Я ее привезла из Берлина. И да, она имеет запах. Что я вам скажу? Меньше всего пахнут. Не Шанель, оно абсолютно пахнет. Не Шанель, а вот из всего, что я обнюхала и добралась у себя. У меня еще есть, скажем так, на обнюхивание пару сумок, мы остановимся на этом. Меньше всего пахнет кожа от Луи Виттон. Такова жизнь. Что поделать? Но я думаю, что утверждать, что люксовые сумки кожаные не должны иметь никакого запаха. Может быть, это зависит от количества времени, которое прошло. И выветрился ее, запах уже или еще нет. Может быть, от чего-то другого. Потому что вот эта сумка у меня уже года, наверное, два. И она до сих пор пахнет. Альма, самая последняя, она меньше всего пахнет. Кошелек не имеет никакого запаха. Этому кошельку, наверное, полгода и он, да, имеет запах. Я думаю, что это не имеет никакого значения, потому что, ну, вот, как видите, по-разному все. Конечно, если вы держите любую вещь, и она пахнет настолько, что вы не можете с ней находиться вместе, допустим, в комнате или в автомобиле, это уже признак, что это плохо. Но когда вы начинаете подносить к носу и нюхать, вот он, ну, пахнет он. Ну, что я могу сделать? Далее. Это всегда была такой сумкой моей мечты, когда я ее увидела. Первый раз, когда-то еще, я не знаю, в каком-то фильме. Очень-очень давно, наверное, лет 20 назад. И с тех пор я хотела иметь эту сумку. Потом цена росла, я начала интересоваться другими, потом я поняла другими сумками, потом я поняла, что я больше люблю сумки, куда не нужно вещи помещать, а просто их можно, знаете, так раз скинул, и большие сумки с маленьким количеством вещей внутри, чтобы было свободно. И тем временем цена опять росла, и, короче говоря, я так все время это и откладываю. Теперь, когда у меня появилась возможность получить эту реплику, я вам оставлю ссылку, информацию оставлю внизу. Знаете, что я вам скажу? Я осознала, что та сумка, которая мне нравилась, она была совсем другая по конструкции, чем то, что мы имеем сейчас. Сейчас мы имеем, по сути, коробку на цепочках. Я ее пробовала стилизовать так и иначе, но это на теле всегда у вас коробка. Она замечательная, она красивая, она великолепная. Качество у меня совершенно после носки интенсивной, несколько месяцев и всяко ее открывая и закрывая, ничего не произошло совершенно. Я всем абсолютно довольна. Но я поняла, что это совершенно не то, что она мне неудобна в плане своей конструкции. Это не тот вид, что мне нравится. Мне больше нравится более мягкая вот эта вот. Казалось бы, что от Рулу она тоже такой же достаточно структурированная, но она мягкая. Она сама по себе, мягкая эта сама по себе идет более жестким каркасом и совсем другая там история. Она реально сидит на вашем теле как кирпич. Вы не можете ее примять, вы не можете ее никак, ничего. Она как просто небольшой кирпичик, который перемещается у вас по телу. Я не говорю, что это плохо или некрасиво. Миллионы людей именно это и любят, но это не то, что люблю я. Когда мне понравилась эта модель сумки, она была без вот этого флэпа именно, и для этого его и добавили. Они хотели ее сделать более структурированной и более кирпичной, поэтому они его и добавили. Мне же нравился вот тот вид 90-х, когда она была более мягкая, более свободная. И, к сожалению, в Израиле я не могу найти винтажную сумку Шанель ни в каком варианте. И чтобы еще не заподозрить, что она фальшивая, и я вам скажу честно, я бы очень даже сомневалась в другой стороне находясь покупать, потому что я бы всегда думала, если я покупаю не в магазине, хотя это возможно и в магазине, что мне продадут фальшивку. Но все-таки в магазине меньше шансов на это наткнуться, чем когда ты покупаешь со вторых рук. Поэтому абсолютно довольна. Вы можете посмотреть качеством. С ней ничего не произошло. Я ее носила несколько месяцев достаточно интенсивно. Нигде ничего, ну ничего себе не произошло совершенно. И я даже дошла до такого уровня наглости. Я засовала сюда и телефон. Я ее, в общем, проверяла всякими разными способами на прочность. Она здесь все работает, и кнопка работает, и этот карман, и все. Ну ничего с ней не произошло абсолютно. Она только немножечко растянулась и стала более удобной. Поэтому качеством я абсолютно-абсолютно довольна. Буду ли я покупать такую настоящую? Нет. Потому что мне не нравится внешний вид самой сумки. Она, знаете, нравится, как она выглядит. И на мне мне очень нравится, как она выглядит. Но это не то, что я хочу чувствовать у себя в руках. Я не хочу чувствовать у себя в руках сумку по форме, которая реальный кирпич. Мне это кажется как-то не совсем. Да, я когда сама надеваю, думаю, да, замечательно, красиво, великолепно. Но это не совсем то. Я люблю что-то более... У меня есть Альма. Она, в отличие от своих сородичей из канвы, она мягкая. Она не имеет никакого каркаса, кроме подушки, которая живет внутри. Она не имеет, видите, никакого совершенно ничего. Она вот так была сложена, когда мне ее принесли в магазин. Понимаете? Поэтому... Безумно красиво. Смотрите на этот интерьер. Поэтому я ее и обожаю. Я поняла, что я любитель чего-то более или менее структурированного. И вид кирпича мне нравится намного-намного меньше. Да, поэтому, возможно, я буду смотреть... А может быть и не буду. Знаете, я не могу сказать, что марка Chanel мне как-то особо нравится в плане сумок. Что прямо вау! Что-то там есть такое сногсшибательное. И меня бы привлекло. Мне нравилось вот это. Но когда я поняла, что это не то, что мне нравилось в 90-х. То, что я видела из 90-х модель. Да, оказалось, что разница большая. Но дело вкуса. Я понимаю, за что люди ее любят. И она мне вот так, я смотрю, совершенно нравится. Совершенно все это классно. Но тот вид, который я... Видите, она как бы такая отдельно немножечко вот... Ну, вот как-то кирпичновато болтается по моему телу. Вот. Так что дело вкуса. Вот моя сумка, это абсолютно вот спиди. Мягкая, когда она провисает. Опять же, это вечный спор любителей спиди. Должна ли она быть структурированной? Что-то туда надо всунуть. Какое-то дно или какой-то органайзер для формы. Для меня спиди без ручек, без этой длинной ручки, без всего. А просто с двумя ручками, которые слегка провисают. Размера 30. Это просто... Это вот то, что я люблю в сумках. Огромная GM Neverfull. С небольшим количеством вещей. Когда она немножечко провисает и имеет вот такой вид. Я никогда ее не набиваю полностью. А у меня на размере GM. Это мой вид. Это то, что засело у меня в голове за много-много десятилетий. И я поняла, что в конце я пришла к тому, что да, оно великолепно и красивое, но это не мое. И то, что я смогла сделать эту коллаборацию, получить эту сумку, меня спасло от того, чтобы я не пошла и не потратила безумные деньги. Потому что она стоит около 8 тысяч евро на сумку, которую потом бы я в Израиле не особо смогла и продать, чтобы сильно не потерять. И я не хотела бы этим заниматься вообще. Вот просто не хотела бы я бегать и искать, куда мне за такие безумные деньги продать сумку и как бы это все сделать. И чтобы меня еще потом не вернули ее назад вместо нее фальшивую, что тоже возможно. Поэтому да, это очень хороший вариант, если вы хотите попробовать. Конечно, она не дешевая, она стоит что-то около между 300 и 400 долларов, но это кожаная реплика. И до того, как вы выбрасываете в доллары сколько-то, типа 9 тысяч долларов, то, по-моему, потратить там 300 с небольшим долларов и попробовать, это идеальный вариант до того, как вы вкладываетесь в нее. И вот эта вся ерунда, что, как я только захожу в какой-то в Европе магазин Шанель и спрашиваю про эту сумку, сразу начинают продавцы квакать. Это investment piece, investment piece. I'm sorry. Какой investment piece? Для того, чтобы это был investment piece, мне надо таких piece иметь тысячу, чтобы это было выгодно. Хорошо, я буду иметь 1, 2, 3 сумки, они за год поднимутся, за 10 лет они поднимутся на 2, 3, 4 тысячи долларов. Я буду в конечном результате через 5 лет иметь лишние 5, 7, 10 тысяч долларов. Это реально инвестиция, которая даст мне что? Что можно купить на 10 тысяч долларов, чтобы говорить про какую-то инвестицию? Инвестиция, знаете, вы что-то вложили и как бы через 5 лет вы можете хорошо с этого жить или это 20% добавляет к вашему доходу и вы можете отдыхать. А это снизить количество работы, не отдыхать. А это, ну да, ты какое-то количество денег получишь, это приятно, но говорить про то, что это инвестиция, ты на ней не проиграешь, если у нее обманут потом, когда ты ее будешь пытаться продать. Но говорить, что это investment piece, извините меня, это смешно. Тем более для человека, который покупает одну сумку и через несколько лет он ее продаст, заработает я не знаю сколько, потому что перекупщики тоже берут себе. Я не знаю, в последнее время она поднялась в цене в разы, в разы, в разы. Ну сколько она может стоить еще дороже? Если она сейчас стоит 9 тысяч долларов, 15? Я не знаю, ну сколько вот можно поднять в магазине сейчас вот Hermes, сколько она стоит, простая, кожаная? Тоже примерно так, 12. Ну сколько она еще может подняться? Если только они не сделают в случае, как с Hermes, что будут почти никому их не продавать и на рынке со вторых рук они будут стоить в 3-4 раза дороже, тогда это выгодно будет, опять же, если ты идешь, скупаешь и как-то достаешь, перекупаешь несколько и потом их продаешь. Тогда да, но имея одно, одноразовый небольшой доход, который тебе даст просто приятные какие-то деньги, заниматься этим и в этом возиться и покупать это с расчетом на то, что ты на этом заработаешь. Не знаю, мне кажется это смешно, вот как-то так. Так что могу сказать, я очень довольна тем, что я ее получила. Если вы думаете купить оригинальную, попробуйте сначала купить реплику. Если у вас нет денег на оригинальную, ваше право абсолютно, мне кажется, искать другие варианты. И этот очень-очень достойный вариант. Очень достойный и да, выглядит просто шикарно. Но это не мой совершенно случай. Она у меня будет стоять на полке. Она мне будет напоминать одну простую вещь, что не каждая обсессия, которая в жизни есть, она обязательно должна быть выполнена. И она не обязательно до сих пор актуальна. И надо вспоминать, что не все, за чем мы гонялись всю жизнь, нам реально нужно. Не то, что я гонялась за ней всю жизнь, но не все, что нам всю жизнь в голове у нас сидело, как, знаете, сумка мечты. Вот она, нужна она мне, совершенно нет. Я безумно рада, что я не потратила деньги и не купила оригинал. Я теперь думаю совершенно в сторону других вещей. Я поняла, что вот, кстати, Биркина Тальмес мне бы совершенно подошла. Но там отдельная история. И я не буду даже в нее никогда в жизни входить, потому что никогда не говори никогда. Вот, дамы и господа, надеюсь, вам было интересно и, может быть, что-то полезного нового узнали. Заходите ко мне в Инстаграм. Ксения Тибель, Инстаграм, не забывайте поставить лайк. Я, наконец, вернула назад свой голос. Могу опять вменяемо разговаривать. Так что, да, спасибо всем, кто досмотрел до конца. Если досмотрели, точно с вас лайк. Спасибо за терпение. Все ссылки будут внизу. И увидимся в следующем видео. Всем пока-пока.